Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Холодное лето в средней полосе увеличило интерес к Сочи. Такие данные приводит портал туристического бронирования. В Сочи задержали двух ценителей классической музыки. Местные жители ограбили прохожего и украли скрипку. Здесь цена не победа, а в перспективе спасенные жизни. В Сочи проходит турнир по пятиборью среди сотрудников МЧС. Золото первенства Европы по боксу пополнило сочинскую копилку наград. Анастасию Шамонову с победой сегодня поздравили в мэрии. Итоги пятилетки. Что удалось сделать, над чем придется трудиться. Новому парламенту в законодательном собрании края прошла последняя сессия этого созыва. Итоги своей работы депутаты подводили вместе с губернатором. Вениамин Кондратьев приехал в ЗСК. Оценка народных избранников и планы на будущее в материале наших краснодарских коллег. 65-й юбилейная сессия ЗСК последняя в нынешнем созыве и в таком составе. До начала заседания депутаты фотографируются на память, обмениваются мнениями и вспоминают важные решения законные, которые были приняты ими в этом созыве. На сессию собрались чуть ли не все краевые СМИ. Пришлось даже ставить дополнительные стулья. А некоторым и вовсе следить за трансляцией в холе парламента. 65-я сессия объявляется открытой. Политическая пятилетка. Для депутатов этого созыва была более чем удачной. Она запомнится общественно-политическими и экономическими событиями, которые прошли в стране и в крае. Подвести итоги работы пятого созыва в законодательное собрание региона приехал губернатор. Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за плодотворную работу и отметил, совместно с исполнительной властью удалось сохранить экономическую, политическую и социальную стабильность на Кубани. Нынешний созыв один из самых опытных. Многих из вас я знаю лично и очень грамотных законотворцев, очень принципиальных людей с позицией, с точки зрения, которую вы не боитесь отстаивать. Я в первую очередь благодарен вам за то, что законодательная и исполнительная власть никогда не были по разную сторону реки жизни. Мы плыли в одной лодке, поэтому и результат, который мы сегодня имеем, это результат нашей совместной работы. Сегодня край стабилен, стабилен и политически, и социально, и экономически стабилен, а еще экономически, и определенные дают рост. Губернатор добавил, что депутаты принимали важные законы для развития и сохранения стабильности в регионе. Например, региональная программа развития промышленности. Была усовершенствована инвестиционная политика края, введены налоговые преференции для резидентов промышленных парков. Стало проще передача земель в аренду фермерским хозяйствам. Но главное, все эти годы удавалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. Сегодня на сессии парламентарии внесли изменения в главный финансовый документ. Доходная часть регионального бюджета в этом году увеличится более чем на 5 миллиардов рублей и составит больше 220 миллиардов. Мы смогли сделать бюджет максимально социально адаптированным к жизни жителей края. Сегодня в крае строится 8 детских садов и 14 школ. За последние 30 лет школ было построено всего 12. Вот вдумайтесь. В следующем году на модернизацию оборудования в кубанских больницах дополнительно выделено 1 миллиард рублей. Это дополнительно, не всего. Вот такая сумма, коллеги, будет освоена впервые. После 2012 года. Это из федерального бюджета. Такая сумма выделялась. Из федерального. А мы с вами на следующий год из краевого выделили. За 5 лет ногу удалось сделать, но еще больше предстоит, отметил спикер Кубанского парламента Владимир Бикетов. Необходимо улучшить водоснабжение в северных районах края, решить вопрос газификации и строительства дорог, а также кадровые проблемы в здравоохранении и образовании. Оценку работы власти всегда дают ее избиратели, подчеркнул Владимир Бикетов. И здесь важно не обмануть их ожидания. Перед завершением созыва депутаты побывали во всех городах и районах и отчитались о своей работе за 5 лет. Мы старались ее выстраивать таким образом, чтобы не заходить в зону ответственности исполнительных органов власти. Но тем не менее, мы всегда разделяли ответственность перед населением за все, что происходило и происходит на территории Краснодарского края. Мы старались довести до сведения населения, чем занимается власть, какие решения принимает. И в общем-то всегда находили понимание. У нас есть ответственность перед населением, ответственность за судьбу Краснодарского края. Если хотите, и за Россию в целом, то мы вынуждены работать так, чтобы у народа, у населения края была уверенность в том, что есть власть, способная принимать решения, способная брать на себя ответственность, способная отстаивать интересы жителей Краснодарского края. Работа депутатов ЗСК пятого созыва запомнится и другими важными решениями. Законом о создании в крае МФЦ, возрождении виноградарства и садоводства, приятием закона о развитии чаеводства, сохранением зеленых зон в муниципалитетах, поддержкой малого бизнеса, стратегии развития кубанского казачества. За пятый созыв депутаты ЗСК приняли более тысячи краевых законов и более трех тысяч постановлений. За пять лет удалось многое сделать вместе с законодательной властью, вместе с исполнительной и муниципальной. Мы не разделяли ни чьи полномочия, а работали в едином, скажем, направлении. Мне понравилось, что мы добились многих краевых и муниципальных программ, которые финансировались в бюджетах края. Это программа по газификации и программа по теплосложению. Налицо сегодня социальная, экономическая, прежде всего, социальная и политическая стабильность в регионе. Это говорит о том, что чувство ответственности было присуще как исполнительным органам, так и законодательному собранию. Мы каждый раз при осмотрении любого нормативного права акта вносили предложение, оно поддерживалось губернатором, и мы разделяли ответственность. Я горжусь своими коллегами, которые в сложные времена, экономические сложности, смогли во время поддовки к Олимпиаде, во время референдума в Крыму, во время помощи крымчанам, во время следительства моста, сейчас показать высочайшую эффективность. Работа любых депутатов видится не сразу, а через какое-то время, и мы эту работу увидим. Пятый созыв ЗСК завершил свою работу. Осенью места в этом зале займут депутаты нового созыва. И скольким парламентариям удастся сохранить свои кресла, теперь зависит только о доверии избирателей. 10 сентября жителям Кубани предстоит избрать новый состав регионального парламента. 15 тысяч рабочих мест появится после завершения строительства портово-индустриального парка в Тимрюкском районе. Он расположится на базе порта Тамань и будет состоять из 8 высокотехнологичных заводов, тепличного комплекса и 5 морских терминалов. Об этом сегодня рассказал Мишель Литвак, председатель совета директоров компании АТЭКО, которая и занимается развитием проекта. Ход работ сегодня оценил помощник президента России Игорь Левицин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Создание индустриального парка идет с прошлого года. Уже строят причалы и углубляют в порту морское дно, чтобы принимать крупногабаритные суда. Возводится железнодорожная станция на 48 сортировочных путей, а также хранилище угля. Соглашение о реализации проекта портово-индустриального парка было подписано на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. Вениамин Кондратьев, глава РЖД Олег Белозеров и помощник президента Игорь Левитин обсудили строительство шести путепроводов через железнодорожные переезды в Краснодарском крае. Проектную документацию уже разрабатывают в РЖД, однако еще нет решения о том, кто будет финансировать строительство. Вопрос, по словам Игоря Левитина, рассмотрят на ближайшем госсовете. В Краснодарский край Сергей Кельбах приехал по инициативе Вениамина Кондратьева. Глава региона и председатель Росавтодора на автобусе проехали путь, где в прошлом году были многокилометровые пробки. Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас ситуация на дорогах улучшилась. Техника ушла с трассы, убрали реверс. Но на подъезде к Джубкинской развязке всегда большие пробки. У нас нет другого выхода, как делать всю дорогу от Краснодара к морю комфортной. Друзья, если мы делаем ее различными участками, промежутками, но это не даст результата смысла в этой транспортной современнейшей развязке. Если подъехать к ней, не съехать, с нее возможности нет. Давайте сделаем, конечно, возможность, чтобы они могли ездить с комфортом. Мост на подъезде к Джубкинской развязке через М4 12 августа выходит из главгусэкспертизы. Тут же мы запускаем его в работу. А это значит, там будет строительство фактически двух мостов. То есть строится новый мост и реконструируется старый. В результате там четырехполосное движение. Огромная просьба по времени все-таки максимально усилиться по количеству рабочих. Мы как бы ездили и в межсезонье. Но, Николай Николаевич, я все равно, чтобы он не говорил, не вижу здесь такой, знаете, вот кипучей деятельности. Потому что в межсезонье мы должны успеть все. И может быть в дневную смену, может быть в ночную смену. Но у нас сезон, это вот есть та отсечка. До 1 июня однозначно все, что запланировали, должны выполнить. И никаких не должно быть оправданий, что мы заходим на сезон. Строительство нового моста начнется в конце сентября этого года. Сейчас готовится вся необходимая документация. Ну и, кстати, холодное лето в средней полосе России увеличило интерес к Сочи. Такие данные приводит туристический портал Мамонда. Пляжный отдых, согласно опросу, наиболее востребованный россиянами формат отпуска. В любое время года в топе направлений, которыми интересуются наши соотечественники, обязательно присутствуют пляжные. В этом году отпускной сезон совпал с не очень благоприятной погодой во многих городах России. И это не в последнюю очередь повлияло на изменение интересов в плане путешествий. Наиболее интенсивен рост интереса именно к южным направлениям. Так, Симферополь набрал 18,8%, а Адлер – так и вовсе почти 29%. Еще один российский курорт, оказавшийся в тройке самых востребованных – это Анапа. Шефство почти над каждой сочинской дворовой площадкой взяли депутаты городского собрания Сочи. Например, только в центре их курируют 15 народных избранников. Об этом на пресс-брифинге, подводя промежуточные итоги лета, рассказал председатель территориальной депутатской группы Центрального района, депутат городского собрания Сочи Геннадий Глазырин. Благодаря помощи депутатов городского собрания Сочи, дворовые площадки на курорте становятся местом активного отдыха детей. Здесь по летней оздоровительной программе со школьниками занимаются волонтеры, аниматоры и тренеры. «Спортивные площадки обновлены, инвентарь покупается детям, организуют за каждым депутатом, закреплены площадки, которые требуют ремонта, где организуются мероприятия, где-то поставлены тренеры. Это все за счет средств депутатов». Народные избранники стараются активно поддерживать спорт, в том числе помогая в организации выезда на соревнования. Подводя промежуточные итоги лета, Геннадий Глазырин отметил, что старту курортного сезона предшествовала большая работа, в частности по благоустройству. Депутаты организовали и провели сразу несколько крупных субботников. Ну а ежедневная работа депутатской группы Центрального района – это помощь сочинцам в решении малых дел, например, спил аварийных деревьев, решение различных вопросов в сфере ЖКХ и другие. Сейчас много наказов избирателей по ремонту школ и детских садов. А еще депутаты принимают самое активное участие в благоустройстве сквера, который решено открыть на Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края. Народные избранники помогут в приобретении саженцев для зеленых посадок, обустройстве водостоков и прогулочных дорожек. Ну а уже сейчас силами депутатов сквер освобождается от мусора. И к другим новостям. В пятницу, 14 июля, воды не будет в части Адлерского района. С 10 до 20 часов будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе по улице Лесная в микрорайоне Блиново в районе дома номер 9. На это время без холодного водоснабжения останутся потребители по улице Лесная. Номера домов вы видите на экране. А также гаражно-строительные кооперативы номер 45 и 47. В Сочи мужчина с ножом напал на кассира. Поздно вечером, 11 июля, в одном из гипермаркетов на улице Кашевого неизвестный мужчина угрожал ножом работнику магазина. Бойцам Росгвардии удалось обезоружить злоумышленника, сообщает Кубань-24. Нападавшим оказался 36-летний уроженец Бурятии. Его передали полицейским. Женщина не пострадала. От медицинской помощи она отказалась. Ну а накануне в Сочи задержали двух ценителей классической музыки. Семь лет тюрьмы грозит двум местным жителям за похищение скрипки. Футляр с музыкальным инструментом они сорвали с плеча прохожего. Дело было на улице Транспортная. Там поздно ночью на 27-летнего сочинца напали двое и с применением физической силы забрали у него футляр со скрипкой. О грабеже молодой человек незамедлительно сообщил в УВД Хостинского района. На место незамедлительно выехала наша следственная оперативная группа. Парень сумел описать приметы нападавших. В ходе проведения оперативно-розыксных мероприятий были задержаны двое мужчин. Установлено, что они находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В настоящее время они задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленниками оказались двое местных жителей 26 и 32 лет. Сейчас они помещены в изолятор временного содержания. Санкции же статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Что же касается похищенного имущества, то оно изъято и возвращено владельцу. Общая сумма ущерба составила свыше 62 тысяч рублей. Промежуточный экзамен Кубок Конфедерации сдан на отлично. Но перед чемпионатом мира предстоит большая работа. Вице-губернатор Края Николай Далуда принял участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Оно состоялось в Москве. На заседании подвели итоги Кубка Конфедерации, который прошел в России с 17 июня по 2 июля. В частности, отметили высокий уровень подготовки и проведения Кубка Конфедерации в Сочи. Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой подчеркнул качественную работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности. В Краснодарском крае вместе с сотрудниками полиции правопорядок охраняли 625 казаков. Главные тренеры и футболисты отмечали не только организацию турнира и прекрасное качество газона, но и радушный прием. За все время Кубка Конфедерации не зафиксирована случаев проявления расизма и агрессии болельщиков. До мелочей была продумана и логистика, в результате чего зрители не томились в очередях на выходе из стадиона и могли быстро покинуть Олимпийский парк. Однако успех Кубка Конфедерации всего лишь промежуточный экзамен. Перед чемпионатом мира предстоит большая работа, потому что уровень Кубка Конфедерации не сопоставим с Мундиалем, отметил по итогам заседания вице-губернатор Николай Далуда. В рамках чемпионата мира с 14 июня по 15 июля в России приедут 32 команды. В Сочи запланировано 6 матчей, 4 в групповом этапе, а также 1-8 и 1-4 финала. По словам Николая Далуда, ряд ведущих футбольных сборных мира, среди которых команды Англии и Германии, планируют разместиться в Краснодарском крае. Базы команд предусмотрены в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Женский бокс в Сочи вышел на международный уровень. Сочинка Анастасия Шамонова стала чемпионкой первенства Европы. Сегодня в администрации города поздравляли победительницу. Настин характер и упорство принесли свои плоды на первенстве Европы в Болгарии. Туда она поехала в составе молодежной сборной страны. Было несколько соперниц. Я провела два боя. Первый бой с ирландкой, которая закончила досрочно в третьем раунде. А финальный бой у меня был с украинкой. Там я выиграла по баллам. У российской сборной 4 золота, одно сочинское. Тренируется Шамонова с 10 лет. Сейчас Насте 17. Цель одна – доказать в силе, прежде всего самой себе, что девушке не такой уж слабый пол. В зале тренировки практически каждый день. Часто сбора на выезде. Себя девчонка с мацестой совсем не жалеет. Нужен результат. Впереди очень важные бои международного уровня. Настя уже четыре раза побеждала на первенстве мира. Столько же призов брала на первенстве России. Это очень хорошо, что наша молодежь с нашего олимпийской столицы выходит на такой большой высокий уровень. Мы надеемся, что это будут будущие олимпийские чемпионы. Это очень хорошо и для города, и для молодежи. Это огромный прекрасный показатель. Все международные выезды проводятся при поддержке городской администрации. И Настя пообещала всегда возвращаться с победой, потому что не в ее характере отступать. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи на базе южного отряда МЧС определяют сильнейших спасателей страны. В нашем городе проходят открытые региональные соревнования по пятиборью спасателей. Семи командам предстоит выполнить десяток заданий, в том числе в условиях природной среды и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Как раз за прохождением этой дистанции наблюдала наш корреспондент Инга Габеши. Работа у спасателей кипит не только на территории сочинского филиала ЮРПСО, но и на скалах, и в реке. Все вполне реалистично. Только проводятся такие поисково-спасательные работы с участием условно пострадавших. И на время. Команды одновременно проходят самые разные дистанции. Спасатели из Краснослободска сегодня работают в условиях ликвидации ЧС техногенного характера. По легенде, в результате землетрясения произошло обрушение здания. Спасателям необходимо деблокировать пострадавшего из автомобиля, проникнуть в коллектор, пропилить вход в задымленное помещение, с крыши здания с помощью альпинистского снаряжения, эвакуировать живого пострадавшего, деблокировать пострадавших из-под завалов, оказать им первую помощь на все про все. Четыре часа многим времени не хватает. Справляются лишь сильнейшие. В прошлом году ими оказались спасатели Краснодарского отряда. На четверку дистанции прошли сочинцы. У участников нынешнего пятиборья еще пять дней, чтобы проявить все те навыки, которые они отрабатывали целый год. Соревнования ежегодные, поэтому некоторые команды спасателей здесь не впервые приехали подтвердить звание лучших. Из самых опытных посоревноваться в пятиборе с коллегами на этот раз заявились семь команд южного регионального отряда. Это спасатели из Краснодара, Адыгей, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымска и Сочи. Все дистанции построены на основе того опыта, проведенных работ в течение 25 лет. Вот что работает в министерстве, что работает наш отряд. И все это необходимо спасателям для отработки технологий, получения навыков и выработки новых каких-то приемов проведения работы. Те дистанции, которые есть на соревнованиях, все это из жизни. В подобных ситуациях были спасены множество жизней. Помимо профессионального роста, такое мероприятие нацелено на сплочение спасателей Юга России, отмечает руководство ЮРПСО. И все же на первом месте в соревнованиях конкуренция. И победителя судьи, кстати, все они сочинцы, объявят 18 июля. Что касается сочинцев, то в этом году они намерены взять реванш. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 15 июля Всемирный фонд дикой природы предложил объявить днем переднеазиатского леопарда. Накануне этой даты группа специалистов во главе с директором фонда Игорем Честиным отправляется в экспедицию в Кавказский заповедник. Ровно год назад, 15 июля 2016 года, в Кавказском заповеднике впервые в мире были выпущены три переднеазиатских леопарда – Ахунки, Ли и Виктория, которые станут родоначальниками новой популяции этого вида в России. Данные, собранные группой мониторинга за это время, показали, что леопарды полностью освоились в дикой природе. Главная цель похода – пройти по местам их обитания, установить в заповеднике фотоловушки и получить данные с уже имеющихся. Ведь GPS-ошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, должны автоматически отстегнуться через год работы, то есть уже совсем скоро. После этого у специалистов останется два способа получать информацию о судьбе диких кошек – полевые исследования и кадры с фотоловушек. В сочинском цирке премьера впервые на манеже курорта зрители увидят уникальное шоу продюсерского центра «Гии Эрадзе». Разнообразные животные, фееричные костюмы и захватывающие трюки – все это в новом шоу «Гиппопотамус». Премьера состоится 16 июля. Шоу «Гии Эрадзе» всегда дарят зрителям массу впечатлений. Наряду с классическими цирковыми жанрами в программах представлена поистине королевская роскошь – эксклюзивные костюмы, профессиональный балет, эффектное световое и звуковое оформление и, конечно же, лучшие артисты. И на этот раз на сочинской арене уникальное шоу с участием нового коллектива артистов и множества животных. Обезьяны в этом спектакле, верблюды, собаки, олени, лисы – очень много животных. Также у нас колоссальное количество цирковых жанров, тех, которых не всегда вы увидели в моих спектаклях, но они уже сделаны под спектакль. Это групповые номера, акробаты на мачтах, воздушные гимнасты, групповой номер «Ренские колеса», который вы увидите также в том числе в этом коллективе. И ну сяки, морковочку девочка хочет, на мой маленький. В основе программы аттракцион с участием этих трех больших пузатика восьмилетний Аида, Яна и Злата приехали из Израиля. У Златы недавно появилась еще одна кличка – сундук. Дело в том, что этот бегемот оказался самцом. Но на дрессору это никак не влияет. Главная задача, говорит народный артист России Тофи Кахундов, побороть своенравный характер этих тяжеловесов. И ему единственному в мире удалось это сделать и не просто выходить на маниш с группы бегемотов, а показывать уникальные трюки. Головой отбивает мяч, ногой отбивает мяч, делает пирамиду из бегемотов, делает чехарду через бегемота, танцует, вальсирует. Пируэты делает. Пируэт вообще, вот она весит полторы тонны, вот та девочка, она крутит три пируэты. Вообще в истории циркового искусства, мирового, никогда в жизни никто из бегемотов с такой тем более массой не было. Но не только бегемоты привлекут внимание зрителей в новом шоу. На манеже станцуют собаки под руководством Екатерины Запашной, караваном пройдут верблюды под управлением Константина Растегаева. А знойное лето остудит зимняя сказка с участием артистов Татьяны Сидоренко и Николая Исаева. С ними на сцену выйдут бурые лисы, русские борзые и олени. Премьера уникального шоу «Гиппопотамус» состоится 16 июля в 16 часов. Волшебный экзотический мир в сочинском цирке будет представлен по 27 августа. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Знаменитый хоккеист Александр Овечкин и его избранница, актриса Анастасия Шубская, сняли предсвадебный видеоролик в Сочи. Он недавно появился в сети. Как сообщает российская газета, съемки клипа об истории любви спортсмена и его избранницы, кстати, дочери режиссера Веры Глаголевой, состоялись в июне, а проходили они в горных отелях курорта, в казино и на набережной Олимпийского парка. По словам режиссера видео Федора Спиридонова, процесс был интенсивным и трудоемким, а съемочный день длился с 8 утра и до 8 вечера. Овечкин и Шубская зарегистрировали брак год назад, однако торжество перенесли на лето. Свадьба прошла в минувшие выходные в элитном московском районе Барвиха. Ну и в завершение информация от наших партнеров. Производитель имплантов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники Вале Денталь. Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.